Здравствуйте, друзья! С вами Виктория. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами приготовим красивый и вкусный пирог с вареньем. Но рецепт у нас будет не совсем привычный. Оформление пирога будет оригинальное. Не просто полосками крест-накрест, а немного по-другому. Также тесто для пирога у нас будет без сливочного масла. Пирог будет не только с вареньем, но и с яблоками. Для приготовления нам понадобится цедра лимона, разрыхлитель, соль, 2 яблока, мука у меня 300 грамм, растительное масло, сахар, варенье или джем. У меня абрикосовое, но можно взять, конечно, любое другое. Также понадобится 2 яйца и формочка. Формочки уберите размером не больше 24 сантиметров. Полное количество продуктов вы найдете в описании под видео. В емкость выбиваю 2 яйца. К яйцам добавляю щепотку соли и сахар. Хорошо перемешиваю. Перемешивать можно вилкой или венчиком. Миксером взбивать это тесто не нужно. Затем добавляю цедру лимона. Понадобится цедра одного или двух лимонов. Смотрите на свое усмотрение. Если вы любите немножко более с кислинкой, то добавляйте цедру двух лимонов. Затем постепенно добавляем муку. В муку предварительно я добавила разрыхлитель. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На моем канале вы найдете другие рецепты выпечки. Ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Когда становится тяжело перемешивать вилкой, руки смазываем растительным маслом и начинаем вымешивать тесто руками. Когда тесто сформировалось, немного посыпаем стол мукой и вымешиваем немного его на столе. Но долго это тесто вымешивать не нужно. Посмотрите, какое мягкое оно получается. Затем отрезаем небольшую часть теста, примерно 230-250 грамм. Где-то это немножко меньше половины. И вырезаем круг. Круг нужно вырезать диаметром 26 сантиметров. Тесто немного присыпаем мукой и с помощью скалки раскатываем его. Раскатываем на пергаментной бумаге до нужного нам диаметра. У меня формочка была 26 сантиметров. Ну, 26 сантиметров тоже получается, но я советую взять формочку немножко меньшего размера, потому что мне хватило еле-еле теста. И затем вот так выкладываем тесто и немного распределяем его по краям. Затем вырезаем пергаментную бумагу размером 26 на 30 сантиметров. Пергаментную бумагу хорошо присыпаем обильно мукой. Выкладываем на него оставшуюся часть теста, присыпаем мукой и распределяем его по нужному нам размеру. Раскатываем пласт теста размером 30 на 23 сантиметра. Бумажки у нас немного больше 30 на 26. Это нам так удобнее будет затем тесто сворачивать. Затем отрезаем по краям, выравниваем, чтобы у нас получился такой прямоугольничек. Вот такой прямоугольничек у нас получился. Сверху выкладываем варенье. Варенье у меня ушло 320 грамм. Где-то примерно половину выкладываем на прямоугольный пласт теста и остальную часть будем выкладывать позже на само тесто формочку. И вот таким образом, немного помогая пергаментной бумагой, сворачиваем тесто в трубочку. В колбаску даже, я бы сказала, а не в трубочку. Немножко присыпаем мукой и отставляем. А пока займемся яблоками. Два яблока очищаем от кожуры, и нарезаем на дольки среднего размера. Затем на круглый пласт теста выкладываем варенье и смазываем его вареньем. Все готово. Теперь нам нужно нашу колбаску разрезать на кусочки размером 2 см каждый кусочек. Далее поочередно выкладываем кусочек теста и дольку яблока, кусочек теста и дольку яблока. И таким образом поступаем со всем тестом и со всеми яблоками. Серединку пирога оформляем в виде цветочка, вот таким образом. Также чередуя тесто и яблоки и заполняем ее вареньем. Отправляем в заранее разогретую до 180 градусов духовку пирог запекаться на 30-40 минут. В зависимости смотрите от вашей духовки и от степени корочки, которую вы хотите. Я люблю немножко позажаристее, вот так. Вот такой пирог у нас получился. Немного провожу ножиком по краям. И вот таким образом, с помощью двух тарелок, перекладываю пирог на блюдо. Убираю пергаментную бумагу. Такой красивый пирог у нас получился. Его можно оставить так. Также можно его присыпать сахарной пудрой. Пирог получается очень вкусный. Не только с вареньем, но и с яблоками, и с цедрой лимона. То есть он получается такой кисло-сладкий. Очень советую и рекомендую попробовать вам приготовить такой пирог. Получается очень-очень вкусно и красиво. Надеюсь, это видео вам понравилось. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Я всем желаю приятного аппетита и до новых встреч с новыми рецептами! Субтитры подогнал «Симон»!